Друзья, ну что, сегодня пришло время показать полноценный обзор ножа Ворон Мы поговорим и про ТТХ, и сделаем тесты Тесты для этого ножа сделаем немножко такие Интересные, я бы так сказал Прежде чем я перейду к ТТХ, и потом мы перейдем с вами к тестам Я хочу вам сказать пару вещей касательно данного ножа Первое, это то, что мы решили постепенно уходить от фиксатора резьбы на наших складных ножах Почему? Потому что это позволяет нож легче разобрать, обслужить И, следовательно, если вы приобретаете, допустим, нож Ворон Вы должны знать, что здесь фиксатора нет Что это значит? Это значит, что если вы часто будете флиповать То осевой может раскручиваться Но здесь, как видите, шлиц Просто легко, просто можно подтянуть монетой Или просто плоской отверткой Это раз Второе, обслужить и так далее Но, прежде чем я перейду к ТТХ, хотел бы вам касательно данного ножа Рассказать идею дизайна Потому что некоторые из вас вот эту идею они прочитали Но хотел бы как раз таки полностью это рассказать Обратите внимание, если вы посмотрите на рукоять То она условно симметричная Вот силуэт, видите, такой кинжальный Здесь, конечно, есть вот эта Да, то есть часть, которая вот здесь немножко идет с косом таким Так вот, мы делали варнклиф на базе Но хотели сохранить какие-то кинжальные формы Так вот, если вы обратите внимание То кончик ножа выстроен по центру И если я возьму и закрою вот эту часть Смотрите И если вы визуально вот эту часть также уберете У вас получается такой агрессивный кинжал То есть вот, что я также хотел показать вам в этом видео Потому что некоторые из вас обратили на это внимание В том числе Макс М В том числе Андрей Быков на это обратил внимание Ну и, наверное, кто-то еще обратил внимание Просто я не успел все, наверное, комментарии посмотреть, прочитать Так вот, смотрите Вот здесь также, да, видите Вот здесь вот эта симметричная часть рукояти Кинжальная И здесь вот у нас как раз таки идет Такой прямой Под наклоном, да, лезвие И если вот здесь мы отрезаем То у нас получается визуально кинжал То есть это как раз таки та история Когда мы хотели в этом дизайне В дизайне варнклифа Совместить ДНК даггер Да, ДНК кинжалов Вот как раз таки, что я хотел рассказать Ну что, друзья, давайте немножко сейчас поговорим Про ТТХ ножей Ворон А потом перейдем к тестам Итак, друзья, давайте поговорим про ТТХ ножей Ворон У нас, как вы знаете, уже Ворон представлен в трех исполнениях Это Ворон Блэк Где у нас непосредственно G10 рукоять И Stonewash клинок Ворон Бургунди Это такой вот G10 цвет Винный мы у себя называем В каталоге называется бургундский Но он не совсем красный такой вот Надеюсь, камера хорошо передает этот цвет И третье исполнение Это Ворон All Black Что у нас по ТТХ по данным ножам? Сталь Стандартно на наших ножах Можно сказать, это D2 Длина клинка здесь у нас 13 сантиметров На сегодняшний день Ворон является самым крупным ножом от компании Dagger Общая длина, на самом деле, это огромный такой, на самом деле, меч Варнклифф 28,9 сантиметров В сложенном состоянии длина 15,6 сантиметра Толщина обуха Здесь у нас 3,2 миллиметра Вес, конечно, у этого ножа соответствующий Этот нож у нас 197 грамм Но из положительных черт Это, конечно же, сведение Обратите внимание, здесь у нас спуски высокие Почти что от обуха То есть, реально можно сказать, что от обуха И сведение у нас тут 0,35 в среднем На некоторых ножах 0,3, где-то встречается 0,4, но в среднем сведение 0,35 Что касается фрейма, то обратите внимание Фрейм здесь стальной Либо стоунвошенный, либо же блэквош Также здесь у нас установлена шайба Хиндерера Шайба Хиндерера присутствует для чего? Когда вы открываете нож Данная шайба не то, чтобы фиксирует фрейм А позволяет не перегнуть фрейм Когда вы открываете Ну, если вы сильно отогнете То как раз таки вот эта шайба Будет фиксировать, чтобы фрейм сильно не отгибался И, следовательно, чтобы упругость фрейм не терял Вот для этого это все сделано Сама клипса Здесь, наверное, это единственный нож Где клипса неглубокой посадки То есть, вот если вы нож полностью посадите на карман То у вас вот где-то еще, ну, порядка, может быть, сантиметра Будет немножко торчать В руке, конечно же, нож лежит очень удобно Насечки, как я уже об этом говорил В нашем видео, когда был релиз этих ножей Очень пошли Этому ножу очень удобно На самом деле, вот здесь палец ложится И очень комфортно Ну и, конечно же, есть насечка на флиппере Ну что, давайте теперь протестируем эти ножи Ну что, мы у себя на полигоне Как видите, здесь все заросло Сегодня мы с вами сделаем 4 теста Первое, вскроем банку Посмотрим, насколько такой крупный нож И вот подобный клинок Удобно вскрывает консервную банку Потом я покажу Ну, мне тоже самому интересно Наверное, вам тоже Мы рубанем эту курицу без одежды Потом мы же завернем в одежду И рубанем с одеждой Посмотрим, какие будут, ну, такие видимые повреждения Третье, что мы сделаем У нас есть арбуз Конечно, сейчас не сезон Но нож-то большой Посмотрим как раз-таки, как нож работает по арбузу У меня сомнений нету, что все будет нормально И завершим мы это все, как всегда Смотрите, мы воткнем этот нож сюда И попробуем эту плиту поднять Посмотрим, ну, как бы, еще раз Что будет с осевым узлом Вернем наш старый тест Запатентованный тест на плитах К этому ножу Ну что, давайте я приступаю Первое, вскрываем, давайте, консервную банку Как видите Ну, не очень удобно А, хотя вот пошло Я рычаг большой Буду комментировать Мне удобнее, наверное, открывать более мелкими ножами Консервную банку Хотя Вот с этой задачей Вообще легко так же справляется этот нож Вот Нет никаких проблем Вскрыли Это мы потом покушаем Теперь давайте посмотрим Пока без одежды Рубанем мы эту курицу Вот так вот Кость прорубил Ну, смотрите, что и следовало ожидать Конечно, очень серьезные ранения Потому что клинок большой Еще вот такой агрессивный И слайсер целый Да, смотрите, что произошло Да, и прорубили кость Теперь я поверну Давайте обернем это Протрем Сырка Все норм Мы потом после тестов Разберем этот нож Покажем, что внутри Почистим его Давайте обернем Как будто это там Одежда Да, и Сделаем Тест Что будет Вот, буду бить сюда Итак Вот у нас Видите Все прорезалось И Ну, тоже серьезный Да, в кость не попал Но смотрите Довольно-таки глубоко Все прошло Ну что, переходим к арбузу Как я уже сказал Конечно, были комментарии Что это там Нескладной кухоник Им неудобно резать Но поверьте мне Как такой Мне кажется Field kitchen knife Или полевой кухонник Если что Вполне он сгодится Конечно, он Не является Изначально Кухонным ножом Но я в том видео Говорил о том Что Вот этот нож Будет лучше Чем парот Да, если использовать Его в полевой кухне И вот такой Огромный клинок И вот арбуз Как раз таки Нам позволит Это все Продемонстрировать Смотрите Вообще Очень Удобно Резать Да То есть Тем более Сейчас сезон Арбузов будет И если вы На природе Конечно Мелким ножом Все то же самое Так же Легко Можно сделать Но Этим ножом Будет гораздо Удобнее Это делать Мне тут Подсказали Что надо Еще и кусок Показать Отрезать Поэтому Быстренько Отрежем Кусок Чтобы не Испачкаться Ничего Не уронить Вот Один кусок Легко Отрезали Кто бы Что не говорил Большой нож Это не маленький нож Вот Делать Маленькие Работы Большим ножом Можно Да Там Приноровиться Может быть Какие то Работы Не будут Эффективны Но Маленьким ножом Вот так удобно Измучаетесь Больше Когда будете Делать Работы Маленьким ножом Поэтому Лучше иметь Большой нож Нежели Маленький И попробуем Поднять Плиту Да Протестим Осевой узел Этого ножа Пробуем Ну что Не подведи Надеюсь Не сломается Все нормально Теперь с этой стороной Все выдержало Все хорошо Все Ну маленький люфт появился Это осевой Подкрутим Как раз таки Мы этот нож Еще разберем Почистим Будет наш Офисный Кухонный нож Ну что Пойдемте Протестим Этот нож Теперь После того Как помоем На торт Да Порежем Тортик Ну что Друзья Мы на кухне Это наша кухня Кто был у нас В офисе Знает Нож Помыли Почистили И теперь Можем Как раз таки Порезать Тортик Специально Для этого Большого Ножа Взял Наполеон Высокий Чтобы как раз таки Максимально Использовать Двину клинка Ооо Просто идеально То есть Вот смотрите Как отлично Этот нож Справляется С такими Бытовыми Задачами Я думаю Наши сотрудники Будут рады Наполеон Все идеально Просто Смотрите Вообще То есть Клинок Смотрите Еще сколько Осталось Незапачканного То есть Это означает Что Полностью Хватает Вот 13 сантиметров На самом деле Ну Просто полностью Хватает Для всех Наверное Уже задач Это уже 99 Целых 99 Сотых Выполнение Всех задач Которые у вас будут В городе С этим ножом Ну что Давайте я сейчас Помою этот нож И его Разберем Посмотрим Кстати Уже Люфт Устранен И Соберем Его Заново Итак Друзья Пришло Время Разобрать Этот нож Смотрите Чтобы Этот нож Разобрать Нам Необходимо Будет Стандартный Плоский Плоский Шлиц Для Откручивания Осевого Еще раз Повторяю Что мы Вороны И Планируем След Последующие Наши Ножи Не сажать На фиксатор Резьбы Чтобы было Легко Обслуживать Нож Вот У нас Осевой Такой Дальше Давайте Сразу Я буду Собирать Достанем Клинок Подшипник Один Второй И Шестерка Нам Нужна Чтобы Открутить Рукоять Клипсу Даже Можно Не Отвинчивать Потому Что Клипса У нас Не держит Корпус Вот Как у нас Ворон Выглядит Изнутри Сейчас Я Остатки Воды Сейчас Также Полностью Все это Прочищу Вот Сам Фрейм У нас Немножко Он Облегчен Также Почистим Его И Вот Такие У нас Подшипники Керамические Как видите Все Довольно Таки Просто Нож Очень Простой В Обслуживании Ну Что Теперь Давайте Почистим И Соберем Нож Итак Мы Все Почистили Теперь Необходимо Собрать Нож Для Того Чтобы Собрать Нож Я Рекомендую Вам Нож Сначала Не Собирать Рукоять Почему Потому Что У нас Как Вы Видите Клинок Плоский В этой Части То Подшипники Необходимо Вставлять Сюда Поэтому Уже В собранной Рукояти Сложно Будет Ну Не Так Просто Будет Попасть В Эти Вот Углубления Поэтому Давайте Вот Покажу Как Надо Собирать Нож Как То Вот В таком Виде Итак Берем Осевой Смотрим С какой Стороны Он Здесь Так Дальше Кладем Клинок Далее Подшипник И Фрейм Все Все Попадает Обратите Внимание Вот По Шестеркам Да По Винтикам Один Винт Длиннее Два Короче Вот Длинный Винт Необходимо Вставлять В эту Часть Винты Которые Покороче В середину Сюда И Конец И Закручиваем Осевой Люфт Устранен Полностью Нож Собран Все Отлично Ходит Ну что На этом Мы Завершаем Обзор Ножа Ворон Уже На самом деле Много Обладателей Ножей Ворон Поэтому Напишите В комментариях Как вам Этот нож Ну и Попробовали В этом Конечно же Видео Вам Показать Какие-то Тесты Которые Наверное Вы сами Не будете Делать Для того Чтобы Проверять Нож Всех благ Друзья Спасибо Что Смотрели Подписывайтесь На наш Канал До свидания